Директор по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс» Валерий Рябых присоединяется к нашему эфиру. Валерий, рад приветствовать. Добрый день, добрый день, уважаемые зрители. Валерий, давайте сначала о стране-террористке поговорим. Какими темпами там идет развитие беспилотных технологий? Ну, нужно сказать, что беспилотные технологии в Российской Федерации развиваются давно. Но и различным успехом. И, конечно же, изначально Российская Федерация не могла придумать что-то собственное. И обратилась к опыту Израиля. И по лицензии израильских компаний было налажено производство беспилотных летательных систем. Вот заголовки которых мы и видим. Это и Форпост, который недавно сбили вооруженные силы Украины Черным морем. Это тот же Орлан. Это все технологии, которые были заимствованы. Ну и подобное заимствование, оно также продолжается. И нужно сказать, что без технологической подключенности к получению новых знаний, новых комплектующих, здесь достаточно тяжело приходится российскому ПК. Потому что в те существующие конструкции, которые уже апробированы, которые выпускались, это касается и тех же беспилотников, и тех же ракет, должны постоянно вноситься изменения. В связи с тем, что комплектующие, они не имеют стабильных поставок, и нужно постоянно адаптироваться к условиям введения санкций на рынке. И это показывает то, что изначально Российская Федерация, готовясь к этому противостоянию с Западом, она же и развивала свои технологические возможности именно благодаря сотрудничеству с Западом. Вот такой парадокс получается. И сейчас мы видим, что по многим направлениям пытаются идти замещение. И вот в части, если мы говорим о тех же беспилотных летательных системах, то тут наиболее ярким примером являются те же шахеды их производства. И пока еще шахеды производятся в рамках тех лицензионных контрактов, которые были заключены между государством террористом Российской Федерации и Ираном на поставку до 6 тысяч беспилотных систем. На начальном этапе это были полностью собранные системы, и до поставок их комплектующих. И пока еще те контракты, за которые заплачено Российской Федерацией с долотом, они обеспечиваются, скорее всего, в большей части поставкой высокотехнологических комплектующих. Именно за счет вот этого контракта, подписанного из Ирана, и из этого же Ирана идут комплектующие, где уже постепенно Российская Федерация замещает производство. Но пока еще за счет тех наработок, которые были, это там установки, допустим, на эти беспилотники систем комета, которые там позволяют преодолевать большие расстояния и преодолевать, скажем так, зоны, покрывающиеся средствами радиоэлектронной борьбы. И, ну, кроме того, адаптироваться к производству корпусов из немного других материалов, нежели это было назначено прежним проектом. Ну, в любом случае, государство пытается адаптироваться, пытается развивать производство. И, конечно же, не все так выходит радужным, как предполагается российским руководством. И я думаю, что первоначальная даже надежда на то, что вот подобное производство может происходить там беспрепятственно и в идеальных условиях, ну, вот этот постулат уже разбивается, ну, в том числе и по вот вчерашним прилетам по свободной экономической зоне Алабуга, которое, как ранее предполагалось, когда размещали это сборочное производство иранских беспилотников в Татарстане, должно было обеспечить относительную безопасность, прежде всего, от прилетов украинских беспилотных систем. Ну, как видимо, что-то не сработало, и какие-то беспилотные системы, не говорю, что там из Украины, но из какого-то места прилетели и все-таки также вносят свою лекту в то, чтобы планы российских производителей не реализовывались именно в части производства средств убийства украинцев. Да, тут короткое дополнение, если позволите, Валерий, те технологии, которые были куплены Российской Федерацией у Израиля, например, беспилотные технологии, были приобретены еще до начала войны, то есть до 2014 года, и речь идет об устаревших израильских технологиях, все-таки технологии подобного уровня секретности не продаются просто так, мы все это прекрасно понимаем, чего не скажешь об иранских технологиях, они-то как раз прямо сейчас Ираном продаются Российской Федерацией в самый разгар войны, развязанной преступным государством, страной-террористкой России против Украины. И еще один момент, просто скажу, что Украина значительно увеличила производство дронов дальнего действия в 2024 году, что, возможно, мы сейчас и можем наблюдать. Это если сравнивать с предыдущим годом. Об этом, среди прочего, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, в этом году производство дронов дальнего действия удалось увеличить в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Большинство дронов, я сейчас цитирую Федорова, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут пролететь больше тысячи километров, сказал министр. Валерий, спасибо большое. Спасибо за ваш комментарий. Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express присоединялся к нашему эфиру. А судя по последним тенденциям, в ближайшее время будет еще много тем для обсуждения.